Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы отправляемся в детскую школу искусств имени Леонида Васильевича Кофлера, потому что сразу два преподавателя у нас здесь присутствуют в студии. Эта школа известная, и мы, кстати, тоже здесь уже говорили о ней, и о Лене Диосифовиче, в частности. Ну а сегодня мы, отталкиваясь от детской школы искусств, поговорим с нашими гостями. Это руководитель образцового оркестра народных инструментов «Самовар» Наталья Владимировна Набиева и дирижер этого оркестра Ирина Степановна Вострикова. Как вы понимаете, раз оркестр, то поговорим мы и о преподавании, и, собственно говоря, о самом оркестре, потому что в нашей программе, если говорить о детских школах искусств, были разные уже представители. В данном случае сегодня у нас пойдет речь о народных инструментах, тем более что в финале программы вас ждет небольшой сюрприз. Вы увидите маленький фрагмент, даже не оркестр, а дуэт, правильно? Дуэт будущих звезд, такой маленький фрагмент огромного оркестра. Кстати, Наталья Владимировна, а сколько в оркестре человек-то должно быть? Ну, не должно быть, а по правилам больше 12. Больше 12, но не меньше? Не меньше. Понятно. Но это же имеется в виду не 12 инструментов, там некоторые инструменты, 2, 3 должно быть одинаковые. У нас партии 15, даже больше 15, и папки с партиями, да, и каждую партию играет 3-4 человека. Ну и вопрос Ирины Степановны, чтобы мы сразу же познакомились. Вот, что сложнее, это собрать детей или дирижировать ими? Потому что я не знаю, как взрослые ими дирижируют, потому что кажется, что вот сидят-сидят музыканты, другой дирижер, встали, все, и заиграли. Вроде иногда кажется, простой вопрос, зачем вообще дирижер нужен? Все же как бы ноты знают вперёд, а вот с детьми это дирижер нужен, верно? Ну вот то, о чём вы говорите, это последний этап перед выступлением. Начинается всё совсем с другого. Начинается с того, что Наталья Владимировна делает аранжировки, потому что нам приходится подгонять это всё под конкретный состав. У нас же учебный оркестр. В него дети идут в основном где-то с 4 класса. Некоторые чуть раньше, если они более способны и умеют читать с листа. Но прежде чем их всех свести вместе, необходимо всё-таки эти партии выучить. Это всё не так просто. Они отличаются от того, что дети играют на уроках. Поэтому, конечно, у нас есть дополнительный наш состав преподавателей, которые на каких-то своих групповых уроках с ними это разучивают. После этого они приходят на сводную репетицию. В сводной репетиции это порядка 30-35 человек. И, как уже сказала Наталья Владимировна, там 15 партий. 15 партий. Мне кажется, что даже если хор брать, унисон, и то довольно сложно. Кто леску, кто по дрова бывает, тем более детки. У нас получается не унисон, у нас получается наложение многих партий. И, конечно, главная проблема в том, чтобы они сыграли всё это чисто. Инструменты – это струнные народные домры, балалайки. У них свой строй. Их нужно обязательно настроить, чтобы они совпадали по строю с баяном, аккордеоном. И даже с духовыми. Сразу нам всё выложила, всё интервью. Всё, что есть, всё сразу же рассказала. Мы сейчас обо всём поговорим. И о людях, и об инструментах. Сразу почему-то вспомнил мультик. Помните про инструменты, когда они там что-то устроили, революцию? У меня вопрос всё-таки сначала, почему возник этот оркестр, кому принадлежала идея. Это, наверное, Наталья Владимировна. Потому что я понимаю, что детская школа искусств, и можно так потихонечку учить отдельно партии. Может быть, когда-нибудь где-то тебе маленький человечек удастся в коллективе сыграть. А у вас возникла идея целого оркестра. Как? Ну, это где-то в 10-м году у нас. Как раз 40 лет было в школе. И до этого был у нас оркестр баянов-аккордеонов. Баянистов-аккордеонов выпускали, да? Не хочу обижать оркестр, но мне показалось, как руководителю, что бедные тембровые краски... Хочется размаха. Да, хочется чего-то вот, да. И тут я послушала оркестр Гавердовской Веры Петровны из Котельников-Жаворонок. И прям вот загорелась, просто загорелась, говорю... Ирина Степанова была директором тогда. А-а-а! Вот. И мы тогда вот до сих пор, мы с ней в паре работаем. То есть вы как это... украли оттуда, да? Нашу гостью. Ну да. Выкрали. Раньше я всё никогда было, а теперь вот у неё дирижерское образование профессиональное. Ну, у меня тоже профессионально, но у неё вот как дирижер. Дирижерское образование профессионально. Да. У меня больше по партитурам, вот по подготовке партии. Ну так и должно быть, кто-то за партитуры отвечает, а кто-то... Мы партию для каждого ребёнка готовим индивидуально. Мы сейчас поговорим, да, это интересная история, потому что, не забывайте, я обращаюсь с телезрителем, потому что это же со взрослыми не всегда договоришься, да, там проблемы и так далее. А с детьми это же тоже человек может прочесть, как в школе, и на следующий день всё забыть. То есть вчера ещё вроде бы всё было, вчера мы всё звучали, честные глаза, всё, а сегодня приходит как будто вот стёрто всё. Ирина Степановна, скажите, пожалуйста, что ты, всё-таки дирижёр, он кто вообще для оркестра? Ну, во-первых, нужно, конечно, как-то попытаться сплотить единой мыслью... Команду. Команду, да, да. Для того, чтобы все были заинтересованы в том, чтобы сыграть качественно, красиво, донести мысль композитора. Каждый должен выполнить свою функцию. Да, здесь не только функции, здесь ещё нужно уметь вовремя услышать, если ты вдруг не то, не туда заехал, и вовремя остановиться, замолчать. А вы всегда слышите всех, кто куда-то не туда пошёл? Ну, приходится, что делать-то? Ухо два. Тихо, да? Да, именно так, именно так. Потому что баланс очень важен, потому что иногда дети увлекаются, и у них не главная партия, но они стараются, чтобы их заметили. Я здесь есть. Да, да, их партия. Поэтому, конечно, приходится, может быть, где-то кто-то иногда и обижается. Я так хорошо выучила, меня тут приглашают. А мне не дают? Да, не дают. Не дают. Хорошо, хорошо. Ну вот мы не можем не сказать, естественно, о том, как проходит набор. То есть, почему? Потому что, опять же, это же школа, в общем-то, это не профессионально с точки зрения зарабатывания денег, не взрослый коллектив. Вы как-то предлагаете, или это входит уже в программу, что вот если ребёнок занимается народными инструментами, то он попадает в оркестр. Конечно, это входит в программу. Входит в программу. То есть, родители знают, что в перспективе ребёнок будет играть в оркестр. Немножко о школе мы поговорим во второй части нашего сегодняшнего разговора. Но вернёмся к детям. Ну, есть же эстрада, есть, в конце концов, скрипка. То есть, есть гитара, а есть скрипка. Но я называю инструменты, которые, ну, скажем так, сразу говорят о некоем... А у вас народные инструменты. Это как в хореографии тоже, да? Балет, латинские танцы эстрадные и, например, народный танец. Вот насколько сейчас дети, родители готовы именно в народную музыку отправлять ребёнка? Не на классические, так сказать, мастер-классы и так далее? Ну, вы знаете, у нас на Домру с балалайкой не очень-то идут дети, да? В основном на гитару. И у нас оркестр, в общем-то, половина оркестра гитаристов, которых мы... Группа джипсики. Немножечко ознакомливаем, не-не-не-не, ознакомливаем с балалайкой, с Домрой. Это как, ну, не основной, как дополнительный предмет. Вот они это изучают, и в оркестре они играют. Вот эти партии. То есть вы их немножечко как бы так, это... Гитара-гитара, а потом раз, а ну-ка вот как на балалайке и так далее, да? Да, гитара остаётся. Гитара остаётся. А в оркестре это для них как бы вторая дополнительная специальность. На сольных партиях у нас сидят специалисты. Ага. То есть, которые учились на... Да, на аккомпанирующих, как раз гитаристы, и причём с удовольствием. Да. Но гитары же у вас нет в народном коллективе? В оркестре... В оркестре только гусечная гитара. Вообще, кстати, надо нам гитаристов пригласить, потому что гитаристов как-то нигде нет. Кроме как вот в большом шоу-бизнесе, да? Потому что в классической музыке практически нет гитары. Кстати, там и рояльный всегда попадает. Вот. И в народном тоже, естественно. Но! Зато в народном есть, как сейчас говорят молодёжь, фишечка какая-то. Вот я так понимаю, что на каком-то этапе кто-то может изинтересоваться из гитары пересесть на балалайку, потому что понравилось. Есть же такой психологический момент? Ну, у нас нравится детям играть на балалайках. Это та же самая гитара, только струн поменьше. Да, поменьше струн, практически, да. Ну, я не знаю, я когда-то учился играть на гитаре, как все мы, наверное, там в молодости и так далее. Есть же всё-таки, в основном все играют на шестиструнке, а гитара-то русская – это семь струн. На ней тоже не каждый сыграет. Ну да. Вот, не говоря уже дальше об электронных и так далее. Но вернёмся к вашим инструментам. И тут вопрос к Ирине Степане. Вы как дирижёр слышите всю музыку, все партитуры. Кто не туда, кто правильно, кто не до. Вот, значит, надо, наверное, приподнять. Как вы чувствуете, что вот инструменты все в сборе, или вам чего-то не хватает? У вас же 150-процентный слух. Вы понимаете, в чём дело? У нас же всё-таки дети учатся в школе, да? И дети есть дети. Бывает, что и пропускают занятия, и приходится вот этот баланс выстраивать практически заново на каждой репетиции. Потому что где-то кто-то не пришёл, значит, уже что-то пропало. Но дети у нас некоторые хорошо читают с листа, он может даже сыграть не только свою партию, но и соседок. И так и бывает, потому что необходимости. Математику решают один вариант, второй вариант. Да, вот так бывает необходимо. Кстати, на тему гитаристов. У нас в оркестре есть ещё электрогитара, басовая, акустическая, басовая. И дети, конечно, вот те, которые у нас играют на контрабасе, знаете, такая большая-большая была лайка, они как-то периодически хотят поиграть и на этом. Ну, меняем местами, чтобы всё-таки не потеряли интерес, чтобы они действительно умели играть на том и на другом. Ну, тут уже вопрос как к профессионалам. Мы же знаем известных музыкантов, которые вполне могут переходить с одного инструмента на другой. Особенно если ещё и композитор, который сам ещё и написал это. Ну, конечно, каким-то инструментом лучше владеет, каким-то хуже, но такой опыт ведь. Вернёмся к детям. Наталья Владимировна, игра в оркестре, вот вы сказали, входит. Но это всё-таки должно же закончиться каким-то концертом, каким-то выступлением. То есть папы с мамами должны увидеть. А как в оркестре же всех в один ряд не посадишь? Не говорят вам, а что это моя так далеко сидит? А ну давайте её вперёд. Я её не вижу. Где моя балалайочка? Нет, у нас такого нет. У нас родители очень помогают нам и выезжают на конкурсы. В основном мы по конкурсам ездим, да. Куда? Ну, в Электросталь, в Люберцы. Каждый год мы ездим на... Вот сейчас скоро будет в марте, да, конкурс. Открытый конкурс, да, оркестров. В Дворце культуры. Это мы ежегодно показываемся. Ну, так для того, чтобы стартовать дальше. Ну, как правило, мы там занимаемый гран-при, вот от гран-при до второго места. То есть есть у вас место, где выкладываются грамоты, кубки, всё, что положено. Да, и витрины есть. И витрины уже есть. И в кабинете висят. То есть маленький музей. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях руководитель образцового оркестра русских народных инструментов Наталья Владимировна Набиева. А оркестр называется очень просто «Самовар». Видимо, чай любите попить вместе с детьми. Нет, у этого названия есть своя история. Сейчас расскажете в начале второй части. Дирижер оркестра Ирина Степановна Вострикова, преподаватель детской школы искусств имени Леонида Юрьевича Ковлера. И мы через некоторое время вернёмся в студию. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях руководитель образцового оркестра народных инструментов «Самовар» Наталья Владимировна Набиева и дирижер оркестра Ирина Степановна Вострикова, преподаватель детской школы искусств имени Леонида Юрьевича Ковлера. И вы пообещали рассказать, почему же всё-таки «Самовар». Да. Значит, вот как уже говорила Наталья Владимировна, собственно говоря, оркестр был создан в 2010 году, когда у нас появились, наконец, тамристы-специалисты, хотя их было немного, было лаечники, несколько человек, и нам предложили выступить в администрации Малаховки. Для этого оркестр выучил несколько пьес. Я тогда ещё не руководила оркестром, только Наталья Владимировна. Я бываю, как она уже сказала, директором. И одна из первых пьес, которую они выучили, называлась «Тульский самовар». Когда мы искали название, думаем, ну а что искать-то? Вот оно. Да, ну только вы такой глобальный самовар сделали. Да, и, в общем-то, эта пьеса всегда уже в репертуаре оркестра, как визитная карточка. А, то есть как визитная карточка. Ну, мне кажется, «Самовар» очень подходящее название, потому что тоже такой вот иногда он похож на музыкальный инструмент, когда он нагревается и так далее. Наталья Владимировна, скажите, пожалуйста, а как попасть вообще в детскую школу искусств, потому что всё-таки она с именем, и есть вообще спрос сегодня, через госуслуги записываются или как? Вот немножко об этом. Ну, через госуслуги записываются. Ну, такого конкурса большого нет. Ну, большого конкурса нет, конечно. Ну, желающие в оркестре у нас очень много в школе. Сначала в школу искусств должен ребёнок прийти. Ну, приходят. Тут же ещё проблема в том, что, как правило, ребёнка приводят, я бы так сказал, да? Приводят, да. В шесту, да. А вам надо его сказать, да у нас неплохо, не нервничай. Да, ребёнок отбивается и говорит, не хочу я играть на музыкальных инструментах, он даже ещё не знает, на каких. Не хочу, да, дайте мне. А ваша задача уже психологически его заинтересовать. И вот как происходит этот процесс психологического комфорта, чтобы он потом сам захотел прийти? Ну, для начала, во-первых, конечно, они подали заявление, им назначают день прослушивания. Ребёнок приходит, мы объясняем, что мы прослушиваем не с целью отсеять, а с целью просто выявить, с чем нам предстоит работать с детьми. Слух ли, ритм, память – это всё, конечно, очень важно, оно всё развивается. Если, как вы говорите, он категорически протестует против того, что он хочет играть, пожалуйста, художественное отделение, пожалуйста, хореографическое отделение. Ну, варианты есть выбор. То есть у нас есть выбор, есть варианты. И мы иногда даже сами советуем, что, допустим, вам лучше вот туда, лучше туда. А в оркестр тоже идут не 100% детей. В основном, конечно, это дети, которые хорошо успевают и которые могут влиться в этот период. Ответственные, наверное, которые уже, в общем-то, относятся к этому как дело, чтобы всё было чин по чину. Дети увлечены очень многим. Я знаю. У детей, у всех обязательно есть, если после музыки, спорт, а может быть и на первом месте спорт. Ну да. Соревнования. Здесь в том числе… Соревнования, потом балалайка, потом опять соревнования. Да, потом ещё родители стараются их с юных лет начинать учить английскому языку. Ну да. Поэтому как-то вот распределять это уже… И вы это чувствуете, да, что иногда… Да, но всё равно это очень дисциплинирует самих детей. Конечно. И они вырастают гораздо более уже подготовлены к своей будущей жизни. Я хотел бы ещё, Наталья Владимировна, пользуясь случаем, помимо оркестра, что ещё есть в школе? Мы уже коснулись чуть-чуть этой темы, потому что не все же, наверное, захотят, может быть, кто-то действительно захочет в каком-то другом направлении искусства попробовать своего ребёнка. Ну, у нас хоровое отделение сильное, хор старший Мирабель есть, младший хор Ландыш прекрасный. И все они, я так понимаю, с историей. То есть это уже наработанная такая программа, даже не программа, программа какой-то такой тиновничьего слова, такой опыт жизненный, творческий. Немножко о педагогическом составе. Вы два ярких представителя, но я так понимаю, что это ещё не всё. Есть ещё коллеги-педагоги, которые тоже работают. Как вот вы их подбираете, вот этот кадровый вопрос? Педагогов, да? Самый острый подбирает вопрос. Самый острый. Сложный, да? Самый острый. То есть, конечно, когда приходят, мы беседуем с людьми, где работали, как, что, чего, какой опыт. Иногда хочется обновить коллектив, хочется взять более молодых. Хорошие ребята, играющие, замечательные. Играющий тренер, да. Да. Но приходится немножко учить дисциплине и всему остальному. К сожалению... То есть вот этот педагогический элемент, да, не всегда работает, потому что... К сожалению, они сначала ещё не понимают, что после вуза они, допустим, пришли, после училища, после вуза, и что теперь они не студенты. Им уже нужно совсем по-другому относиться к своему делу. Это я знаю, что это такое. Но постепенно понимают, привыкают и очень помогают. У нас вот на нашем народном отделе, где как раз учатся дети на народных инструментах, у нас в этом году два новых преподавателя. Новый гитарист и новый балалайшник. И довольно успешно работают. Кстати, балалайшник наш Андрей Денисович Богачёв, он создал нам хорошую балалайшную группу. У нас до этого работал ещё и работает Валерий Александрович Калинин. У него меньше детей, потому что у него другая работа есть ещё. У этого нашего молодого специалиста больше. И дети довольно успешно начинают уже подтягиваться. Подтягиваться даже маленькие дети, которые, собственно говоря, ещё даже по большому счёту не доросли до оркестра. Уже получается. Это вот тот именно человеческий фактор, о котором мы говорили. Потому что очень много зависит. Мы все помним себя маленькими. Очень много зависит от того, как тебя примет педагог, как он с тобой начнёт разговаривать. И это, конечно же, всегда вопрос. Но когда школа как бы с именем, тем более школа искусств, то вы ещё всё-таки вправе выбирать, кого брать, а кого не брать. Верно? Ну, вы знаете, чаще всего нам не приходится выбирать. И, кстати, невозможно спрогнозировать, что будет на выходе. Невозможно спрогнозировать. Бывает иногда вроде слабенький. Поначалу ученик. И как-то вот... А потом так хорошо идёт. И у него получается, и он с удовольствием занимается, и он уже себя мыслит и в коллективе, и в школе, везде. Потом у нас многие дети сольно выступают в конкурсах, принимают участие. А вот, кстати, система конкурсов, Наталья Владимировна. Вы как-то их отправляете или ребёнок должен заработать право выступления в конкурсе? Ну нет, не заработать. Мы просто проверяем у каждого партию. Знаешь хорошо партию – поедешь с нами, будешь играть. Не знаешь – давай, доучивай, и поедешь тогда. Понятно. Ну а вот вы смотрите других выступлений. Вообще, как у нас сейчас с коллегами? Ну, у нас в нашем округе, по-моему, только два коллектива народных профессоров. А вообще в Московской области? Сильные. Сильные, да. То есть нам надо немножко подтягивать это. Начнём с того, что там большие школы. Большие школы, по 300-400 человек. Химки. Если с кого выбрать. Да, там народный отдел порядка сотни. Есть из кого выбрать. И там часто в Москве особенно, или в близких к Москве, там часто помогают студенты училищ, бывшие выпускники. Наши как-то вот далеко все учатся, поэтому они не имеют возможности приезжать и нам помогать. А это очень большой вклад был бы. Кстати, да, это такой был бы третий дополнительный, да, новый преподаватель, ученик. Ну, собственно говоря… Концертмейстер. Как и в театральной школе происходит, то есть мастер набирает курс, да, а его выпускники или, скажем, те ребята, с кем он работает, чаще это молодые или какие-то опытные, они как бы уже работают точечно, да, выстраивают эту историю. Еще такой вопрос, Ирина Степановна, все-таки к инструментам вернемся, тем более, что мы увидим сегодня дуэт кого? Домристов. Так. Дуэт Домристов. Это? Домра. Домра. Немножко об инструменте, не все же наши телезрители. Домра – это русский народный инструмент, причем старинный русский народный инструмент. Еще скоморохи на нем играли, за что инструменты сжигали. Ага. Вы смеяли? Такая авторская песня от того времени была, да? Ну, примерно. Правдивая такая. Примерно так. Примерно вот так. И мы в финале вот совсем скоро, минут через 2-3, услышим дуэт, вы его представите. Наталья, а как инструменты эти, как покупка происходит на инструментах? Они же как бы, ну, или вы же не сами их делаете? Самое интересное, да. Это самый больной вопрос. Ну, видите, пытаюсь угадать больные вопросы. Спасибо вот нашим директорам, бывшим. Было время, мы успели купить основные оркестровые инструменты именно для этого коллектива. Вот когда коллектив образовался, в 10-м, где-то до 15-го года. А сейчас что, дорого или они исчезли? И дорого, и не на что. Ага. Как-то финансирование немножко на эту тему у нас не всегда бывает достаточно. На вашей стороне. Да. Но балалайки-то делают в стране? Делаются. Делаются. А стоит как горло. А какое сейчас качество инструмента? Нормально? Вы знаете, фабричные инструменты пока не дотягивают. Не дотягивают. Только мастеровые. А мастеровые есть? Да, есть. Но они всегда были? У нас в Маховке есть мастер, который делает инструменты. И через преподавателей вузов и училищ мы стараемся купить хорошие инструменты. Вот недавно этим ребятишкам родители смогли купить инструменты, которые стоят не много, не мало. 58 тысяч каждый. Ну вот. Вот надо задуматься. Может быть, кто-то услышит и поможет детской школе искусств имени Леонида Иосифовича Ковлера. Спонсоров еще не помешали бы. А наши представители и преподаватели здесь находятся. Я хочу вас поблагодарить, потому что время нам послушать этот дуэт. Наталья Владимировна, кто у нас будет играть? Это уже опытные? Ваня. Ну, достаточно опытные. Ну, это младший состав, в общем-то, это маленькие ребятки. Собственно говоря, они только второй год в оркестре, причем в прошлом году они были, так сказать, только стажерами, играли в специальные партии, послабее всего. В этом году вот эти двое, Иван Коновалов и Александр Иванов, они уже практически в основном составе. И выступают на телевидении, здесь у нас. Мы с вами сейчас попрощаемся, руководитель образцов оркестра народных инструментов «Самовар» Наталья Владимировна Набиева, дирижер оркестра Ирина Степановна Вострикова. Видите, слово «директор» все равно по-прежнему с вами присутствует. Вы знаете, оно осталось таким небольшим следом. Дирижер, он и есть директор оркестра, по большому счету. Преподаватели детской школы искусств имени Леонида Иосифовича Ковлера. Ну и сразу же после того, как мы исчезнем из эфира, здесь появится замечательный дуэт молодых домристов. Послушайте, и всего вам доброго. Леонида Иосифовича Ковлера 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 Леонида Иосифовича Ковлера